добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем сериала что такое свобода с точки зрения библии и каким образом мы можем ее употреблять хочу начать наверное с вести которую трудно назвать доброй она звучит примерно так когда мы с вами опираемся на писание свободы просто не существует апостол павел очень четко пишет и говорит о том что свободный во христе это человек свободный от греха в другом месте написано кто кем побежден тот тому и раб либо мы рабы праведности к вечной жизни либо мы рабы греха грядущей смерти таким образом у нас с вами существует простой выбор и сделать мы его можем исключительно свободно без давления в этом собственно одно из главных проявлений свободы кому мы будем рабами кому мы будем служить кто будет управлять или давайте кто будет направлять нашу жизнь наши поступки наши решения кому мы будем подотчетны перед кем мы будем нести ответственность хотя здесь еще больше наверное ограничений потому что в любом случае выберем ли мы жить по собственным законам по своим каким-то правилам мы все равно будем нести ответственность перед богом но у каждого из нас есть простой и достаточно свободный выбор принять сторону бога подчинить собственно жизни ему либо жить по своим правилам и быть рабами греха многие люди считают что если мы являемся верующими то мы не свободны наверное во всех удовольствиях этого мира его жизнь это далеко не так мы не имеем право совершать противоправные поступки мы не можем жить опираясь на свою плоть на свои греховные какие-то вещи но во всем остальном мы совершенно свободны мы свободны от греха но являемся рабами бога и